Виталий Федорин В 2016 году он создал в Инстаграм популярнейший блог, который за пару лет привлек более 300 тысяч подписчиков. Блогер – это идея детства, на самом деле, тем, кем вы хотели быть. Помните, в детстве, когда вы сидели в школе, на уроке или на лекции в институте, вы всегда хотели выделиться, вот бы представили меня, или я бы что-то сделал такое, чтобы все обратили на меня внимание. У всех были такие мечты. За два года Виталий стал хорошо узнаваем в своей маске супергероя. Но вот в начале 2018 года он решил изменить привычный образ. Режиссер комиксов решил снимать настоящее большое кино. Кстати, ребят, сейчас сниму маску, потому что я запарился в ней, я уже хотел ее снять, так что, фух, так легче. Так вот, насчет своего аккаунта, почему я его переименовал. Я решил захватить аудиторию, ту часть аудитории, кому нравятся фильмы про супергероев, да, Марвел, DC и так далее. Я в марте начинаю снимать кино, российское кино про русских супергероев. На съемочной площадке среди мрачных интерьеров фантастического боевика мы и застали героя нашей программы. В плотном рабочем графике у Виталия Федорина нашлось всего 15 минут, чтобы дать интервью для первого вегетарианского. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришел в карьеру кино, будучи бизнесменом, обычным блогером? Ну, во-первых, я с детства всегда любил фильмы про супергероев. Ну, потом система нас завела в ту суету, то, что надо зарабатывать деньги, и кто-то пошел по разным дорогам. Ну, изначально я считаю, что человек должен заниматься тем, чем он на самом деле хочет, а мы обычно тем, чем хотим заниматься, знаем в детстве. Кто-то хочет лететь в космос, кто-то хочет стать инженером, кто-то еще кем-то, потому что нет давления системы со стороны. Поэтому мы свободны, и наши мысли свободны, и поэтому человек знает, чем действительно хочет заниматься. И это возраст как раз, когда человек-ребенок. Время шло-шло-шло, я чем занимался? Бизнес, бизнес, бизнес. Потом просто понял, что на самом-то деле я занимаюсь не чем, чем хочу, а хотел-то я заниматься кино, снимать кино, быть супергероем. И пришел постепенно к этому. А что сейчас за образ? Какое кино снимаем, о чем? Добро против зла. Ну, судя по всему, добро ты... точно добро, и зло ты уже победил, судя по шраму. Ну, пока еще нет, сейчас будем продолжать. Вау, какая маска! Вот это да, посмотри, это же ВП! О, Боже, Виталий раздевается! Молчи, Женя, молчи и просто наблюдай. Не часто увидишь кинорежиссера, который был бы в такой прекрасной физической форме. Но Виталий не просто посетитель фитнес-клуба. Он мастер спорта по легкой и тяжелой атлетике. Всю жизнь интересуется вопросами здоровья и грамотного питания. Однажды это привело Виталия к теме отказа от мяса. И опыт всего нескольких месяцев показал ему, такой рацион помогает и выглядеть, и чувствовать себя гораздо лучше. На вопрос, как же расслабить мышцы и ум после интенсивных тренировок и плотного графика, наш герой отвечает, что занимается горячей йогой и по часу висит в Хамлете вниз головой. Какую роль играет вегетарианство в твоем образе? Как ты совмещаешь спортивные тренировки и вегетарианство? Как обычный человек что-то совмещает с своим питанием, так и я. Многие сейчас будут говорить, а как же мышцы? Где же ты берешь белок? Да нет, все нормально. На самом деле, если хотите узнать, как я отношусь к этому, можно посмотреть мою лекцию в интернете. Вести Федорио Виталии про питание. У меня там есть отдельная лекция по этой теме. Если кто еще употребляет животный белок и думает, что без него никак, то это ошибка, потому что можно жить. И намного будет больше энергии, когда вы перейдете на вегетарианство. Я знаю, что ты пришел к этому через проблемы с пищеварением. А, ну да. У меня какое-то время болел желудок, постоянно было закисление желудка, потому что я много ел животный белок. Я просто начал это все изучать, копаться, читать. И постепенно пришел к этому, что что-то здесь не так. Скажи, вот просто на примерах, там, было, стало. Как прошла эта трансформация и... Трансформация шла полгода. Полгода была перестройка организма. У меня прошла аллергия, которая была много лет. Хроническая на тот момент, как я считал. Вот. Я похудел килограмм на 13. Стал намного лучше выглядеть. Вот. Функционал у меня стал лучше. Ну, собственно, так. И все пошло-поехало. Угу. Самое главное просто углубиться, изучить и понять. А как вообще коллеги к этому отнеслись? Наверное, удивились? Близкие? Ой, да. Многие, кто еще говорил. Ну, как обычно говорят тем людям, которые вегетарианцы в нашем современном мире. Ну, хотя сейчас многие уже начинают привыкать к ним и понимать, что это, в принципе, вполне нормально. Какое любимое блюдо вегетарианское? Блюдо? Фалафи, наверное. А без чего не проживешь ни дня? Вот что в твоем рационе всегда? Вода. Ты говоришь о том, что вот супергерой – это такое понятие. Вот бабушку через дорогу перевел, уже супергерой там. Что-то хорошее сделал – супергерой. Вегетарианец – супергерой? Супергерой. А знаете почему? Почему? Потому что он спасает каждый день своих братьев меньших. Потому что он не ест их. Каждый вегетарианец спасает, я думаю, определенное количество животного мира. Соглашусь. Абсолютно. Ребята, мы отстрелялись, а это самый лучший актер сегодняшнего дня. Да, Фред? Ты начинал с маски Бэтмена и известен стал в Инстаграм как Бэтмен. А в какой момент ты понял, что пора эту маску снять и развивать русских супергероев? Ну, Бэтмен – это был первый этап моей истории, чтобы захватить ту часть аудитории, которому нравятся фильмы про супергероев. Он был заложен на один год. Но он даже прошло буквально 10-11 максимум месяцев, когда он уже исчерпал себя. И нужно было включать второй этап. Второй этап – это комиксы про первых русских супергероев. Ты первый, кто в России занялся именно комиксами? Именно видеокомиксами. А как в России не было комиксов вообще, я решил внедрить и комиксы, и сразу фильмы про супергероев в одно целое. Потому что Америка, они с 30-х, с 40-х годов уже начали расти на комиксах и супергероев. И там с 80-х, 70-х годов они начали снимать уже фильмы по тем комиксам, которые они писали. В России же другая история. У нас были богатыри. И я постепенно хочу подвести нашего современного российского зрителя и в дальнейшем мирового на современный лад обыграть этих наших героев, которые были на самом деле, в отличие от американских, которые придумали. А у нас уже была история, то есть она у нас есть. Это очень радостно и действительно так патриотично, так здорово, что ты начал этим заниматься, развивать. И хочу еще спросить такой вопрос. Какой должна быть девушка супергероя? Вот в частности, вот. Она должна быть понимающей и любить. Вегетарианкой? Да, наверное. Я просто видела твоих героинь в кино. Это довольно-таки фактурные очень девушки. Героинь в кино, а не героинь в кино. Потому что это же кино. Ну, это образ. В твоем профиле написано «Канна-2002». В 2019 расскажи, что ты готовишь. Я готовлю полнометражный фильм. Изначально я хотел делать краткометражку, но я понял, что если уж делать, так делать полный метр фильма. Про первого русского супергероя под именем Лучезар. Я написал сценарий, опираясь на современную историю России, Советского Союза, который был там задействован. И планирую начать съемки в 2019 году. Возможно, конечно, мы сдвинем «Канны» на 2020 год, потому что очень тяжело снимать в России кино без каких-то начальных денег. Потому что есть кино, которое в России снимают, к сожалению, в 95% весь бюджет он пилится, и они снимают уже на остатки, которые остались. Это проблема российского кино. Мало таких идейных ребят, которые действительно хотят снять качественное кино. Вот, я и моя команда, мои ребята, которые со мной, действительно хотят снять крутое кино. То есть на первом месте стоит сначала материал, на втором, естественно, все хотят заработать денег. Почему бы нет? Я вообще не против этого. Я только за. Самое главное, что в голове есть идея, и они хотят ее воплотить так же, как и я. Поэтому я надеюсь, мы с ним достойное кино. Каким видишь вообще будущее, снимая кино о будущем? И видишь ли ты вегетарианство в будущем? В каких масштабах? Вообще, я считаю, что вегетарианство – это питание будущего человека с Земли. Я вообще считаю, что изначально на Земле и были люди все вегетарианцами. Да, эта система внушила нам, что всегда человек был хищником и так далее. Поэтому я считаю, что вегетарианство – это будущее. Фильмы о будущем – это новые технологии. Естественно, человек наконец-таки придет и к питанию правильному. Класс. Знаю еще, что ты писала о том, что с животными работать сложнее, чем с маленькими детьми. Будут ли в твоем фильме животные? Как вообще ты относишься к домашним животным? К домашним животным отношусь положительно. Люблю котов. То есть ничего не видишь в том, чтобы они жили в квартире, как некоторые вегетарианцы? Нет, ничего плохого я в этом не вижу. За такое короткое время у нас получилась очень интересная беседа. Спасибо, что пустил нас на свою съемочную площадку. Здесь очень интересно, атмосферно. Были очень рады познакомиться. О, да, пожалуйста. До новых встреч на Первом вегетарианском. До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин